Китай начал использовать тяжелые дроны для создания искусственных осадков. Представляете, до чего дошел прогресс, какие технологии. То есть они уже искусственные дожди при помощи дронов создают. Ну, в России-то и дронов нет. Я уж про искусственные дожди. Путину и над Сочи создают искусственное солнце, искусственное небо без облаков. То есть погоду устанавливают. В Китае создана квантовая линия связи длиной 4,6 тысяч километров. Ну, с выходом, естественно, в космос. И, естественно, космические квантовые системы мы с вами как-то разбирали еще давно. И кто-то мне сказал, что Мальцев, ты не специалист квантовой связи и так далее. Ничего в этом не понимаешь. Я ничего в этом не понимаю. Китай, как я и предполагал, сделал совершенно невероятную закрытую линию. То есть все под эту линию подвел. У Китая есть квантовая связь, которую нельзя взломать. Нельзя получить оттуда информацию. И, в общем-то, с точки зрения защиты информации, он сейчас переместился, я думаю, на самое первое место. А может быть и не первое, а, так сказать, нулевое, недосягаемое. Поставки авиалайнера ARG-21 в Китай побили годовой рекорд. Напоминаю, это коронавирус, это карантин. Но поставки лайнера побили рекорд. Был поставлено 24. И это китайский лайнер. Поставлен был в Китай, да. И он является среднемагистральным. То есть, помните, Путин рассказывал, как с Китаем они сделают среднемагистральный самолет. И там будут продавать Комсомольск на Амуре. И все остальные будут продавать в Китае. Хренов, как дров. У Китая есть свои и среднемагистральные, и дальнемагистральные. И они будут продавать и сами себе, еще и на стороны. Главная проблема в том, что Китай готов воевать. С кем он будет воевать? Вот определенные категории граждан, эксперты, тролли китайские, рассказывают, что на Россию он не полезет. А я в это не верю. И, как правило, вы понимаете, я как бы в таких спорах выиграю. Хотя я бы хотел в таком споре проиграть, безусловно. Потому что чудес не бывает. Чудес не бывает. Мы давно это предполагали. Давно рисовали тот путь, который пойдет Китай. И этот путь Китай прошел шаг за шагом. Как по дорожной карте. Так почему здесь-то он какой-то другой финтушами сделает? Он так долго готовился ко всему этому, чтобы полезть Тайвань отнимать. Нет, Тайвань это принципиально для него, конечно. Но не надо было так сильно готовиться. Вот Китай проверил доклад о нарушении прав человека в Циньцзяне. Причем статистика проверка. То есть какие-то привели статистические данные, что там прирост населения более 11 человек на тысячу. А, соответственно, там не нарушаются права человека. А что в концлагерях дети не рождаются? Так же рождаются. Безумцы. И обратите внимание, все вот эти вот, кто там головы учителям отрезают, они никак не выступают против того, что Китай угнетает чудовищным образом мусульман у себя там. Я, уйгур, нет, мы не видели, не слышали ни одного заявления Кадырова. Вы хоть его как-то пошевелите, скажите, там братьев мусульман угнетают. Ты что помалкиваешь? Что у тебя в отношении китайцев язык не поворачивается? Китайцы Россию кормят, а он пугает страшилками. Вот, видите? Вот это вот типичный, абсолютно типичный китайский тролль. Китайцы Россию кормят. Надо же. Где же китайцы-то Россию кормят? Даже тот товарооборот, который декларирует Путин, это 80 миллиардов долларов. Это что такое 80 миллиардов долларов для кормления России? О чем ты говоришь? Кормильницы, блядь. По и лице. Слава Сибирь, Азию даже ты не спасешь. Нет людей. И отстали навсегда. Мы спасем ее в две секунды. Элементарно. Понимаешь? Просто как два пальца об асфальт. Только дайте такую возможность. Только дайте такую возможность. У нас пошаговый план есть. Выхода из кризиса. Из дальневосточного, из сибирского и так далее. Пошаговый. В том числе и как защититься. Захват чужих территорий. Это в прошлый век. Этим занимаются племена в Африке и РФ. А Китай разве не захватывал чужих территорий? Нет. В прошлый век. Почему же? Что в этом веке часть территории России не перешла уже Китаю? Нет, не переходила. Ну, тогда почитайте. Пошло в этом веке полторы тысячи километров. В тринадцатом году, первого мая, Китай не взял за долги у Таджикистана полторы тысячи квадратных километров. Все промолчали мило. Что, нет? Так что не надо рассказывать нам. Китай не будет воевать с Россией. Вот чувак знает. Китайский тролль, наверное, который работает за деньги китайские, да, он знает, что Китай не будет воевать с Россией. Это главное, что нужно задвинуть, блядь. Точно так же, помните, главная идея перед реализацией плана Барбаросса была убедить Сталина и убедить в Советском Союзе всех, что Германия не нападет 22 июня. Мы уже это проходили. То есть, это только на дураков действует. Хотя на ватников они дураки, на них это подействует. То есть, Путин скажет, блядь, что Китай, не, он точно не подходит. Ну, да, конечно. Потому что Путин сказал, он же не говорил, что он пенсионный возраст не будет повышать. Да, он же не говорил, что там к 2020 году будет в собственной квартире жить и прочее. Что пятая экономика мира будет. То есть, жуть, конечно. Большое. 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 Продолжение следует...